Представленная в Шанхае новое поколение Hyundai iX25 собственным видом сообщает нам, что грядет обновление российской Креты. Ведь 25-й дебютировал именно в Китае 5 лет назад, год спустя появился в Индии уже как Крета, а в 2016 году модель локализовали в Петербурге. Простая арифметика говорит, что новую Крету нам ждать еще года два, но внешность уже можно рассматривать, тем более, что технических подробностей производитель не дает. Со слов китайских журналистов мы знаем, что колесная база увеличена на 2 сантиметра, а общая длина на 3. Кроссовер прибавил по 1 сантиметру высоту и ширину. В салоне появился огромный вертикальный планшет и шайба системы Terrain Response, которая меняет режимы противобуксовочной электроники. Пекинское подразделение Hyundai начнет продажи в августе, но о моторах информации пока нет. Кстати, китайская Крета два года назад пережила рестайлинг, но российскую версию обновления не коснулось. Автосалон в Шанхае стал местом старта новой марки Bordrin. В ее главе стоит 50-летний Хуан Симин, в 90-е годы работавший на Ford EGM, а ныне вернувшийся в Китай и развивающий собственный электромобильный проект. Первенцем марки станет среднеразмерный кроссовер IV6, длиной 4 метра 70 сантиметров, который выйдет на рынок Китая в следующем году с ценой от 1 миллиона 700 до 2 миллионов 700 тысяч рублей. В основе машины лежит платформа собственной разработки с двумя электромоторами на осях. Сообщают, что топ-версия обладает батареей на 90 киловатт-часов, а разгон до сотни составит около 6 секунд. Более крупный кроссовер IV7, длиной 4 метра 90 сантиметров, готовится на удлиненной платформе от шестой модели. Колесная база тут перемахнула за 3 метра, в салоне будет 3 ряда сидений. Продолжение следует...